Продолжение следует... 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 Есть понятие в христианстве апофатики, апофатического православия, апофатического катализизма в том числе. Это разговор о том, что что-либо утверждается через отрицание. Мы можем сформулировать идею театра как перечисление, как демонстрацию свойств театра. Театр бывает такой, сякой, эдакий, разэдакий, и такие ответвления, и такие наполставания, и такие нюансы, и так далее. Это один подход. Вот такой постмодернистский. Театр – это все, в каком-то смысле слова. И такой вид, и такой вид. Апофатический подход – это попытка дать определение через отбрасывание ненужных категорий, дать сухой остаток театра. Вот чем театр не является? Мы знаем, чем театр может являться, и даже театр, есть театр песни Надежды Бабкиной. Это тоже театр, как известно. Но это вот Гротовскому не нравится, вероятно. Я шучу, разумеется. И поэтому давайте наоборот, в эпоху, когда постмодернизм торжествует, давайте наоборот идем против постмодернизма. И давайте не будем бесконечно расширять территорию театра, а давайте, наконец, выясним, что можно отбросить, и что все равно театр останется. Попытка определения через отбрасывание ненужных ему категорий, собственно говоря. Вот аскетическое представление о театре. И, стало быть, Гротовский задает вопросы. Без чего театр не может обойтись? Может ли театр быть без сцены? Сколько угодно. Все, что театр покидает сцену как таковую, все равно остается сценическим искусством, потому что любая форма, на которой артисты играют, автоматически становится сценой. Там мы перемещаемся в какой-нибудь лофт или в какую-нибудь заброшку, и она становится сценой для театра. Может ли театр быть без литературы? Сколько угодно. Невербальный спектакль, возможно. Может ли театр быть без костюма? Сколько угодно. И голый человек, это тоже человек, который надел костюм голого человека. Может ли театр быть без сценографии? Пожалуйста, сколько угодно. Вот Костя Треплев делал спектакль без сценографии на фоне прекрасного озера. И так далее. В сухом остатке, задавая вот эти вопросы театру, разумеется, остаются две важные единицы, которые не могут быть извлечены из театра. Это фигура артиста и фигура зрителя. То, что невозможно устранить, собственно говоря. И театр, конечно, это вещь, которая возникает между этими двумя людьми. Человеком действующим, человеком играющим и человеком воспринимающим. Вот это вот золотая нитка, это серебряный шнур, это какая-то вольтова дуга, которая возникает между этими людьми. И дальше Гротовский начинает развивать, что совершенно не обязательно быть артистом. Это просто человек, делающий что-то на показ, вот так сказать, дарящий себя другому человеку, как пеликан дарит себя своим детям, свою кровь отдает своим детям. Любой человек, который что-то делает на показ для другого человека, человек, делающий, прежде всего, активный в этом смысле, который формулирует вот это делание как основы театра, прежде всего. Я делаю что-то ради другого человека, я сам разоблачаюсь ради другого человека, я рассказываю о себе другому человеку, я исповедуюсь перед ним в конечном итоге. Вот это очень важно. Есть человек, который это воспринимает и, стало быть, тоже продолжает эту исповедь или проповедь, откликаясь на этот позыв. В этом смысле, ну как сказать, артист очищенный, артист обнаженный перед публикой. Не каждый человек способен растратить самого себя другому человеку, но артист именно в этом, в этом и его суть, собственно говоря. Артист-мученик, артист-жертва, артист-жрец самого себя, актеры-зрители соотносятся друг с другом в интонации исповеди и проповеди в конечном итоге. Это вот существенно и важно. И дальше возникает другой термин, вот тоже важнейший термин в теории Готовского, театр как проводник. Те, кто знает польский язык лучше, чем я, а я почти никак не знаю его, вот, то они говорят, что перевод, значит, театр как проводник, он, ну, как бы неудачный, он некачественный. Потому что, и другого не может быть, потому что, ну, русский язык, он, ну, в этом смысле беднее. Потому что в польском слове пшеводник, если я правильно произношу, вот, то в нем есть, значит, не только вот проводник, как провод, да, но еще есть, как бы, путеводитель, да, что называется. И слово путь заложено в этом слове, да, путь и путеводитель. И вот на английском языке гораздо более существенно, вот, как это обычно переводят на английский, театр as a vehicle. Вот этот термин гораздо более важен, потому что в слове vehicle, в особенности в его американском варианте, в нем есть одновременно и средство передвижения, и само движение. То есть, это не, то есть, как бы, если переводить на русский язык более сложно, то окажется, что это, как бы, провод, некий провод, внутри которого, как бы, это, то есть, театр, это и провод, и тот ток, который в этом проводе, значит, существует. Да, то есть, такое тождество между содержанием и формой. Театр одновременно является содержанием и формой, и эти вещи тождественны друг в друге. Ну, мы знаем про формулу Маршала Маклёйна, одного из культурологов 20 века, да, media is the message, да, то есть, средство искусства – это содержание искусства, да, и стало быть, наоборот. Вот здесь примерно то же самое, то же самое говорится, что артист одновременно, вот он осуществляет эту функцию перевода от одного человека к другому, то есть, от меня, от моей личности к личности воспринимающего, и одновременно я являюсь как средством передвижения этой духовной информации и физической, и одновременно я же и содержание этого высказывания, да, собственно говоря. И здесь, конечно, таится, ну, какая-то существенная часть, в общем, театрального мотива, философия театра очень глубокая, потому что, действительно, для театра очень что существенно, что артист – это единственный, наверное, деятель искусств, которому ничего не нужно для того, чтобы высказываться, да, то есть, любой другой художник, он требует какого-то, чего-то внешнего, да, то есть, художнику нужны кисти, краски, холст или, по крайней мере, ноутбук, компьютер, чтобы что-то делать, бумага там в конечном итоге, писателю нужна ручка или тот же компьютер и так далее, артисту ничего не нужно. Все, что он может сделать, он, как бы, вытаскивает из своего тела. То есть, тело артиста одновременно и средство воздействия на воспринимающего, и одновременно это содержание искусства, да, содержание артиста внутри него самого. Он сам является содержанием самого, как бы, того искусства, которое он, это загадка театра и его, ну, прелесть, наверное, тело инструмента, тело артиста – это инструмент и одновременно содержание искусства театра, да, в этом смысле. Поэтому роль не так сильно нужна, потому что, значит, все искусство, оно находится во мне, я являюсь самим собой, прежде всего. Арти, актер – это мученик, это жертва и жрец. Вот, опять-таки, это очень сильно связано с, опять-таки, проблемой Второй мировой войны. Опять-таки, да, то есть, необходимо, как бы сказать, делающий, что-либо делающий человек для другого человека – это спасение против отчаяния Второй мировой войны. Человек, жертвующий себя, вот как в православном каноне, да, как это, да, значит, там, пострадать за други своя, вот эта вот, да, идея, она очень важна, да. Тот, кто готов страдать за други своя, тот является, как бы, артистом, да, в философии Гротовского, да, если угодно. Вот «Стойкий принц» на этом был построен. Это человек в пьесе Кальдерона, преобразованной, значит, словацким, это человек, который стал добровольно становиться жертвой. Он жертвует себя ради какой-то идеи. Он тратит свое тело ради того, чтобы жили другие люди. Вот, то есть, он совершает христианский подвиг. И для какой-то степени артист в философии Гротовского – это человек, который совершает христианский подвиг. Он, опять-таки, как пеликан, тратит свое тело для другого человека, как бы, кормит своим телом, значит, другого человека в этом смысле, да. Вот поэтому очень важно, артист – это любой человек, готовый тратить себя ради другого человека. Вот, и это и есть то, что спасает нас от отчаяния Второй мировой войны, где каждый сам за себя, где каждый, да, если не убьют тебя, значит, убьют меня и так далее. Если я не убиваю, убивают тебя и так далее. Это прямой ответ против вот этого, как бы, озверения и дисфункции человека во Второй мировой войне, да. Человек, который готов тратить себя ради другого человека, да, значит, мученик самого себя в этом смысле, вот, да. То есть актер оказывается таким вот, как бы, тотальным актом. И, ну вот, собственно, вот, значит, самая известная, одна из самых известных фраз Антонена Арто из книжки, известной книжки, это Арто, да. Актеры должны быть похожи на мучеников, сжигаемых заживо, но еще подающих сигналов из своих пылающих столбов, да. Вот, вот формула, которую во многом заимствует Городовская Антонена Арто. Разумеется, не все у Арто берет Городовский, но это точно абсолютно, так сказать, фраза из Городовского. И вот слово, которое здесь висит, бодхицатва, да, то есть это один из аватаров, значит, индуистского божества, то есть бодхицатва, это что такое в индуизме? Это святой, который достиг нирваны, то есть который, значит, закончил свою вереницу перевоплощений, и тот, который отказался от нирваны, отказался, как бы, в христианском понимании слова отра, и вернулся назад, чтобы помогать другим людям достигать нирваны, да. То есть, по сути, бодхицатва – это вариант Иисуса Христа, человек, который принял на себя страдания других людей, вот, и как бы помогает другим людям достичь царства небесного, да. То есть, вот, значит, бодхицатва – это актер, да, это тождество с артистом, человек, который, как бы сказать, вот, помогает другим достичь той самой нирваны, от которой я отказался, да, в смысле слова. Да, вот, это вот в этом смысле довольно важно. И вот это очень принципиально важно – отказ от перевоплощения. Есть зафиксированная фраза Гротовского на одной из репетиций – «Ты не Джульетта, и не делай, пожалуйста, вид, что ты написала роль Джульетты». Вот, «Ты не Джульетты, и не ты не написала текст Джульетты, будь сама собой», в каком-то смысле слова, да, ты надеваешь роль как костюм, но ты не превоплощаешься в этого человека, ты оказываешься самой собой. Очень важно себя воспитать, да, вот, не театр в себе, как бы, воспитывать и его обогащать, скажем так, а насыщать себя чем-то. Если ты будешь интересен, то любая роль, как бы, станет высказыванием тебя самого. Артист не куртизанка, артист не проститутка, артист не делает, что изволите, да, собственно говоря, артист не выступает как, вот, ну, фигура, которая исполняет что-то, да, какие-то тяжие слова или тяжие действия. Артист является самим собой, который формирует акт присутствия. Я присутствую здесь, и зритель присутствует рядом со мной, я формирую акт присутствия, вот, существование здесь и сейчас. В, значит, каком-то смысле слова. Есть цитата замечательная, сейчас ее найду. У меня тут все, к сожалению, всегда в куче текстов. Сейчас, у меня куча текстов. Вот, теперь представьте себе, что все происходящее совершается в том месте, в котором совершается. Пространство не означает другого пространства. Если нечто совершается в комнате, то это совершается в комнате. Если нечто совершается на полу, то это совершается на полу. Если происходит в городе, то происходит в городе. Значит, если солнце, то солнце там настоящее реальное, если дерево, то настоящее дерево. Одним словом, каждая вещь есть то, чем она является. Это пространство. Речь не о том, чтобы он изображал какого-то другого, лишь бы был самим собой. И так далее. Значит, это культурологическим языком, говоря, постмодернистским языком называется отказ от метанарратива, отказ от наделения вещами вторичным смыслом, в каком-то смысле слова. На самом деле, как ни странно, у Петра Фоменко в философских культурологических размышлениях есть тоже это свойство. Он там одному артисту говорит, не надо никого изображать, перевоплощаясь в самого себя. Вот, так сказать, Фоменко для нас кажется таким абсолютно классиком и человеком, существующим по заветам психологического театра. Перевоплощаясь в самого себя. Невероятный поворот театрального высказывания, на самом деле. Вот, дальше поехали. Значит, теперь поговорим про, значит, восточное влияние. Вот, это очень интересно. И сейчас мы с вами посмотрим, да, наконец, посмотрим какое-то видео. Да, значит, вот одно из главных таких открытий, откровений для Ежи Городовского, это индийский танец. Вот его очень по-разному называют. Честно говоря, я так и не разобрался, как правильно это говорить. Есть версия Кадхакали, есть версия Кадхали. А недавно я услышал еще и Кадхакали, да, другой перевод. Трудно понять, что это такое. Значит, это традиционный танец одного из штатов Керала, значит, на юге Индии. И это традиционный танец, вот, восходящий к 17 веку. Вот, давайте посмотрим, как это выглядит. Вы можете это, собственно, конечно, самостоятельно найти, но, может быть, да, с моими какими-то объяснениями будет ясно сейчас. Может быть, может быть, да, может быть. Вполне себе. Сейчас. Просто же в Индии же миллион диалектов, и поэтому это все может по-разному называться. А, не видно опять. Сейчас. А до этого было видно. Сейчас. 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 Мы будем побеждать по ситуации. Сейчас. 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 Я. 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 а. Счет. Мертвые души. Я. 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 Мzemки. Я. 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 Конкретно Гротовский, это, значит, вот сейчас я вам сейчас найду. Да, 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 да. Да, только мужчины, да, 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 да. Вот, сейчас я вам покажу одну картиночку. Просто у нас нет возможности заниматься практикой. Вот, нет времени сейчас. Вот, вот это вот. Вот, вот это из спектакля «Акрополь». Вот здесь, в этом спектакле было важно, что артисты изобретают какую-то мимику, которая не совпадает со стереотипными человеческими эмоциями. Да, то есть очень важно было, это спектакль, вот, собственно, про Освенсом, о котором я рассказывал. Очень было важно вот это вот неподвижное лицо Освенсома, понимание того, что, прежде всего, значит, концлагерь, он истребляет эмоциональность человека. И поэтому ты, поскольку ты должен экономить эмоции, экономить силы, экономить калории в лагере, то люди очень быстро привыкали вообще вот непроницательно, значит, как бы, да, не проникать, то есть не страдать никому, не радоваться, не огорчаться. Они проявляли такую маску, вот, которую почему-то называли мусуль.